Сияет солнце над водою, и лучики искрят в глаза. Как хорошо, что есть такое, и в этом мире мы друзья. Пусть волны плещут, ветер дует, растет трава, цветут цветы, Меня все это так волнует, и ведь в этом мире я и ты. В избытке сил обновления, познавшая радость и любовь, В простом ты видишь все творение, и к жизни новой вновь готов. 18 июля. День Афанасия. Назван честь преподобного отца Афанасия Афонского. Родители Афанасия были люди благородные и благочестивые. С детства он привыкал к киноческой жизни, видя воспитавшего его черноризицу, непрестанно пребывающую в молитве и посте, он, насколько возможно, старался подражать ей, постясь и совершая молитвы. Став взрослым, Афанасий заразительно вел беседы, исполненные духовной премудрости, ибо уста его были насыщены благодатью Духа Святого. Наши предки считали, что именно сегодня месяц празднует свой день рождения, поэтому они отмечали месяц в праздник и проводили всевозможные обряды, связанные с луной. Также верили, что в этот день луна отдает свои силы людям, поэтому обращались к ней и просили дать здоровье, благополучие и счастье. Приметы. Если на небе виден месяц, это к хорошему урожаю. Была также поговорка. На Афанасии Афонского месяц на восходе играет через край. Жди хороший урожай. Если сегодня месяц кажется туманным и большим, в ближайшее время погода изменится в худшую сторону. Месяц белый и блестящий, к похолоданию, но без дождей. Красота женской груди. Для поддержания красоты груди очень полезный ежедневный контрастный душ, а также протирание мелкими кусочками льда. Холод, вода и лед способствуют поддержанию тонуса и упругости кожи и мышц груди. Естественно, так умеренно все это надо делать, чтобы не застудить. Контрастная процедура хорошо помогает при вялости груди, вызванной резким похуданием, беременностью и кормлением ребенка, а также изменениями характерными, то есть пожилого возраста. Вечером перед сном хорошо осмочить кожу груди слегка подсоленной водой. Очень полезно для женской груди плавание. Плавать желательно в течение всего года. По возможности не пропускайте отдых у моря. Морские купания способствуют восстановлению упругости груди и делают ее ткани более эластичными. Нормальная сексуальная жизнь способствует поддержанию тонуса женской груди. Этому же способствуют и мужские ласки этой части тела. Поэтому не пренебрегайте этим. Чтобы женская грудь была красивой, за ней необходим постоянный уход с самого начала ее формирования. Упругость внутренних тканей груди и эластичность кожи можно сохранить, если регулярно делать специальные упражнения. Вот два основных упражнения. Первое. Встаньте на расстоянии 50 см от стены, вытяните руки вперед и начинайте давить кулаками на стену или дверь. Это упражнение укрепляет мускулатуру грудной клетки, особенно те мышцы, которые находятся под грудными железами. Тренированные грудные мышцы хорошо поддерживают женский бюст, не давая ему отвисать. Повышенный кровоток, возникающий во время оболнения этого упражнения, питает и мягкие ткани груды, поддерживая в них необходимый жизненный тонус. Второе. Лягте на пол, тело выпрямите, кисти рук на плечах. Теперь как гусеница, постепенно верхнюю часть туловища поднимайте вверх. Задержитесь в этом положении на 2-5 секунд и плавно опуститесь. Отдохните 10-15 секунд, повторите 10-15 раз. Это упражнение надо делать 2-3 раза в неделю. Помните, что правильная осанка в значительной степени способствует предохранению груди от преждевременного увядания и опускания. И наоборот, сутулость приводит к ее преждевременному увяданию.